Деловой обзор, онлайн-обучение сотрудников холдинга и аттестация директоров Life is Good. Инвестиция в будущее. Квартира для сына-пайщика ЖК Bestway Николая Куницына из Тольятти. Лучше, чем покупка через жилищные кооперативы, в принципе нет. Традиционные ценности. Фестиваль Добровидение 2020. Пресс-конференция на площадке информагентства ТАСС. Из года в год увеличивается и масштаб, и охват значимости этого мероприятия. Это Life is Good News. Обо всем расскажем подробно. Холдинг Life is Good активно осваивает передовые информационные технологии для качественного полномасштабного введения образовательного процесса. Деятельность компании в этом направлении должна быть независимой от любых негативных внешних факторов, в том числе связанных с пандемией и введением разного рода ограничений. Наряду с проведением региональных оффлайн мероприятий широкое развитие получает дистанционное обучение сотрудников. Так, 23 и 24 сентября в качестве пилотного проекта был организован бизнес-телемост «Санкт-Петербург-Бишкек». Такой формат обучения, он очень хорошо поддерживает тех людей, у которых физически нет возможности приезжать на большие мероприятия. Надеюсь, что это поможет нам увидеть новые масштабы компании. То есть мы действительно не можем везде бывать, во всех регионах одновременно. И мы настолько активно растем, что формат таких обучений, конечно же, тоже полезен для нашей работы. Мы уже поднатренировались за период пандемии, прошло уже больше, чем полгода, поэтому уже приобрели какие-то навыки. И действительно, вот эти обучения, вот этот контакт с нашими сотрудниками в других странах, в других регионах, которые мы проводим онлайн, он дает не меньше пользы, приносит, чем и те обучения, которые мы проводим оффлайн. Техника дошла до того, что видишь себя, видишь людей, слышишь их, с ними можно прям взаимодействовать, как будто бы вообще нет этих тысяч километров, что вот люди, вот они действительно рядом с тобой. Поэтому я думаю, это масса будет впечатлений, масса эмоций, мотивации, ну и результатов в виде единиц. Два дня, 30 сентября и 1 октября в Санкт-Петербурге, проходила аттестация директоров Life is Good от 7-го карьерного уровня на право организации проведения обучающего курса «Риторика-1». Лицензии от Международной бизнес-академии IBA получили 20 слушателей. Проводили аттестацию топ-лидеры холдинга, члены общественного совета Life is Good. В среду, 30 сентября, состоялось традиционное еженедельное вещание канала Life is Good Live. На сей раз онлайн-трансляция была организована прямо на месте проведения аттестации. Спикерами прямого эфира выступили директора холдинга «Лидеры Life is Good». Они стали участниками популярных рубрик канала, в частности, «История успеха» и «С первых уст». Я задаю всем сегодня вопрос, как дела, как настроение, как для вас, как директора компании, советника президента, проходила самоизоляция. Двух слова, и как вы с ней выходили, вообще повлияло на вашу структуру. Появилась возможность провести это время со своими близкими и родными. Что касается компании, наверное, сегодня такая знаковая дата, потому что впервые после карантина, после пандемии мы проводим первое большое мероприятие компании. С каждым годом холдинг расширяет границы медийного пространства. Современные цифровые технологии становятся драйвером роста бизнеса. Внедрение новых онлайн-инструментов позволяет решать самые масштабные деловые задачи, оперативно распространять актуальную корпоративную информацию, коммуницировать с сотрудниками холдинга, в какой бы точке мира они ни находились. Николай Куницын – профессиональный юрист. Являясь отцом троих детей, долгое время искал возможность выгодного приобретения недвижимости в качестве инвестиции. Три года назад от хорошего друга узнал о доступных условиях социально значимой программы жилищной кооперации «Бествей». Я вышел из детского дома, у меня не было своей квартиры, и я понял, что, чтобы это сделать, нужно проинвестировать именно в своих детей. И я стал именно идти к этой цели, и вот приобрели для самого маленького квартиру, соответственно, следующая квартира будет для пятилетнего ребенка. Когда я взял устав в руки и начал разбираться, я полностью разобрался во всех документах, и я понял, что лучше, чем покупка через жилищные кооперативы, в принципе, нет. Квартира однокомнатная, ее площадь – 38 квадратных метров. Дом находится в благоустроенном районе Тольятти с развитой инфраструктурой, рядом – лесной массив. Огромная благодарность президенту холдингу Роману Викторовичу Василенко, что дает возможность простым людям приобрести объекты недвижимости на очень выгодных условиях. Мы рекомендуем данную программу уже многим, уже очень многие люди стали собственниками данных квартир. И на сегодняшний день у нас Тольятти очень много квартир приобретается через данную программу. 12 сентября. Город-герой Керчь. Республики Крым праздновал День города. По случаю знаменательного события на горе Митридат состоялась торжественная церемония открытия восстановленного обелиска славы бессмертным героям, отдавшим жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Полномасштабная реконструкция мемориального комплекса проходила при финансовой поддержке Life is Good. Высокие нравственные ориентиры, дань традициям и патриотическое воспитание являются неотъемлемой частью бизнеса холдинга. От имени компании в мероприятии принял участие директор Life is Good Сергей Санников, который выступил с инициативой поддержать восстановление памятника. В частности, выделить средства на проектирование и установку архитектурной подсветки. Молодое поколение лидеров холдинга активно внедряет в жизнь принцип социальной ответственности перед обществом. Роман Викторович несет такую социальную миссию, что в компании, что в России, что в мире. И все директора хотят дублицировать лидера и также вкладываться в такие проекты. Я вижу, что у нас такой президент, который несет такую благотворительную миссию, социальную миссию. И наша компания, я думаю, этому пример. В ходе церемонии глава администрации Керчи Сергей Бороздин выразил слова благодарности холдингу Life is Good. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города-героя Керчи, президент компании Роман Василенко и директор Санников были награждены почетными грамотами администрации города Керчи, Республики Крым. В завершении торжественной части собравшиеся отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны. Состоялось возложение цветов к обелиску. Этот памятник с таким почетом и трепетом к нему относятся наши населения. И сегодня мы видим, как именно восстанавливаются с помощью государства и частного бизнеса такие объекты. Это очень знаково. Это говорит о том, что наш бизнес очень социальный, это раз. А во-вторых, самое главное, что наш бизнес помогает нашей стране возрождаться и быть самой сильной державой в мире. Мы хотим высказать свою благодарность от всех жителей города за неоценимый вклад именно в возрождение нашей истории и восстановление данного памятника. С заходом солнца обелиск славы смотрится особенно величественно. Уникальная подсветка наглядно иллюстрирует художественный замысел авторов. Лучи света, направленные в ночное небо, символизируют солидарность с памятью героев, отдавших жизни за родину. Обелиск славы является символом города-героя Керчь. Подвиг советских воинов навеки останется в памяти будущих поколений. Монумент был первым в Советском Союзе воздвигнутым героем Великой Отечественной войны еще до ее окончания. Героические страницы истории Керчи сегодня невозможно представить без обелиска славы на горе Митридат. 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге пройдет пятый международный фестиваль народной музыки, песни и танца «Добровидение-2020». А 29 сентября на площадке информационного агентства ТАСС для средств массовой информации была организована пресс-конференция в онлайн-формате. Создатель и идейный вдохновитель фестиваля, депутат Государственной Думы Олег Нилов рассказал медийному сообществу о программе и участниках «Добровидение-2020». Поделился особенностями проведения фестиваля в текущем году. Отметил необходимость сохранения и развития народной песенной культуры и танцевального творчества. В пресс-конференции принял участие Роман Василенко. Президент холдинга «Лайф из Гуд» является генеральным партнером и членом оргкомитета фестиваля «Добровидение». Из года в год увеличивается и масштаб, и охват значимости этого мероприятия. И я, как человек бизнеса, считаю, что мы должны обязательно поддерживать. Бизнес должен поддерживать такие мероприятия, должен поддерживать народное творчество, потому что это наши корни. Добро пожаловать на фестиваль «Добровидение», пятый наш юбилейный. На этом у нас вся информация. Вы смотрели 70-й выпуск «Лайф из Гуд Ньюс». Жизнь прекрасна. Будьте с нами.